Здравствуйте! Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире первого республиканского телеканала «Публичная дипломатия». Это проект, в рамках которого вместе с экспертами, специалистами в различных областях мы обсуждаем наиболее важные события в жизни нашей республики, проблемы, с которыми сталкивается общество, и пытаемся найти ответы на поставленные вопросы. Тема нашей сегодняшней передачи определена важнейшей датой, которую мы отмечаем в эти дни. Это 20-летие миротворческой операции на берегах Днестра. Мы попытаемся понять, что за эти годы нам дало присутствие миротворцев в зоне Молдо-Преднестровского конфликта, какое влияние продолжает оказывать операция на ситуацию в регионе, и какие процессы происходят вокруг нее на современном этапе. Для предметного разговора мы пригласили в нашу студию гостей, которые знают все о миротворческой операции. Это заместитель министра иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев. Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии Приднестровья Олег Беляков. Старший военачальник воинского контингента миротворческих сил Приднестровья Владимир Бугаев. Также в нашей студии директор Института русского зарубежья, главный редактор портала для соотечественников «Русский век», руководитель портала «Русский Орг» Сергей Пантелеев. Основатель общественного движения «Единая Гагаузия» Иван Бургуджи. Главный редактор газеты «Коммерсант Плюс» Роберт Западинский. Заместитель директора Института страны СНГ Игорь Шишкин. Представитель Всероссийской общественной организации ветеранов боевое братство Игорь Буга. Перед началом обсуждения я предлагаю посмотреть небольшой сюжет, подготовленный нашими корреспондентами, об истории миротворчества на берегах Днестра и современной ситуации, складывающейся вокруг миротворческой операции, а также присутствия российских войск в зоне безопасности. Итак, внимание на экран. 20 лет мира. Что это значит для Приднестровья? С чем это можно соизмерить? Миру на берегах Днестра 20 лет. А ведь все могло быть иначе. Были теракты в Слободзее, перестрелки в Григориопольском районе, жестокие бои под Кошницей, многочисленные нападения на Дубасары. Это была настоящая война, которая могла продолжаться еще долгое время. 20 лет мира в Приднестровье. Только благодаря тому, что пришли они, российские миротворцы. Хотя до этого попытки установить мир на берегах Днестра в 92-м предпринимались неоднократно. Первую предпринял, опять же, российский офицер, генерал Лебедь. Здесь имеет место геноцид, развернутый против собственного народа. Я подтверждаю это некоторыми фактами. Только с Приднестровской стороны по состоянию на сегодняшний день количество убитых достигает 650 человек. Раненых за 4 тысяч. Это не военнослужащие, не военнообязанные. Это люди, не состоящие военизированного фондирования. Если в Бендерах идет восстановление конституционного порядка, то за всему мировому сообществу надлежит коренным образом пересмотреть понятие слова «оккупация». Затем было Лиманское. 7 июля соглашение о прекращении огня подписали представители воюющих сторон. Но выстрелы на берегах Днестра звучали и после того. Днем кишиневские ястребы говорили о перемирии, а ночью стреляли в спину. Так было до 21 июля. В этот день, 20 лет назад, о прекращении боевых действий в Приднестровье договорились президенты России и Молдовы Борис Ельцин и Мирча Снегур. Подготовили, сегодня подписали. У нас есть уверенность примерно по такому же, так сказать, по такой же форме. И вот, я думаю, что не только попытаться, а уверен, что там удастся. Там делать так, чтобы был мир. А парламент Молдовы, видимо, будет рассматривать вопрос остатки. И только когда 29 июля в Террасполе на военном аэродроме приземлились, а через два дня вошли в Бендеры российские миротворцы, на берегах Днестра воцарился мир, который они бережно хранят уже два десятилетия. Наша главная задача – это сохранение жизни людских. Какие бы там ребусы нам политики не ставили в этой жизни, наша задача – обеспечить мир, сохранить жизнь. Они пусть сами решают свои ребусы. В чем же секрет уникальности этой миротворческой операции? Почему для российских миротворцев миссия выполнима? Каковы слагаемые успеха? Во-первых, в операции кроме России участвуют стороны конфликта – Молдова и Приднестровья. А также еще одна страна-гарант – Украина. Во-вторых, это высокий уровень доверия местного населения к российским миротворцам. По данным Независимого Центра аналитических исследований «Новый век», почти 100% преднестровцев положительно относятся к их нахождению на территории республики. И эта цифра остается неизменной уже на протяжении двух десятков лет. Именно успешностью операции объясняется беспрецедентное давление, которое сейчас оказывается на российских миротворцев. За заявлениями с высоких международных трибун перманентно следуют провокации, направленные на слом формата. Парламентская ассамблея ОБСЕ призывает Российскую Федерацию возобновить и завершить процесс вывода своих войск и военного снаряжения с территории Республики Молдова согласно соответствующим принципам международного права и обязательствам, принятых в рамках ОБСЕ. Призывает всех участников процесса урегулирования поднестровского конфликта начать консультации с целью преобразования существующего механизма поддержания мира в многонациональную гражданскую миссию под международным мандатом. Тогда, в 92-м, российские миротворцы помешали кровавым планам националистов Молдовы. Сегодня они опять у власти, и их планы никоим образом не изменились. Изменить они предлагают формат миротворческой операции. В качестве альтернативы предлагают миссию военных наблюдателей. 19 июня 92-го года такие наблюдатели спешно покидали Бендеры сразу же после первых выстрелов молдавской артиллерии. Такие же наблюдатели не смогли предотвратить пятидневную войну в Южной Осетии в августе 2008-го. В Кишиневе любят говорить о неких эфемерных мерах укрепления доверия, предпочитая не вспоминать о главной из них – присутствии российских миротворцев на берегах Днестра. Благодаря им сегодня молчат пушки и общаются дипломаты. Нахождение российских миротворцев является целесообразным, жизненно необходимым. И мы, как Приднестровская сторона, категорически против изменения формата миротворческой операции и вывода российской группы войск, которая обеспечивает миротворческую операцию с берегов Днестра. В связи с тем, что мы считаем, что основной ценностью для каждого гражданина в мире является жизнь. Поэтому необходимо обеспечивать всеми доступными и возможными средствами безопасность жизни. 20 лет мира. 20 лет жизни. Борьбу за жизнь российские миротворцы ведут не только на постах. 2 марта, 19 июня, а теперь и 28 июля. Еще один праздник со слезами на глазах. Так встречали миротворцев в 92-м. С таким же трепетом о них говорят и сейчас. В отсутствии четких договоренностей о выработке для Приднестровья особого, надежного, гарантированного статуса, что является целью переговоров. Разговор о переформатировании операции не имеет смысла. Огромное значение имеет наработанный миротворцами профессиональный опыт оценки и управления ситуацией в зоне ответственности, в контакте с местными органами, взаимодействии с национальными посредниками, наблюдателями от ОБСЕ, общественными организациями, населением. Военный институт имени генерала Лебедя и мост миротворцев России. Слишком много для приднестровцев, значит, слова «российский миротворец». Практически то же самое, что 20 лет мира. 20 лет без войны. Вот такой получился сюжет, а я хотел бы в начале обсуждения передать слово Игорю Семеновичу Буге, представителю Всероссийской общественной организации ветеранов боевого братства, который первым присутствовал в зоне безопасности, когда миротворческая операция еще не была начата, но его подразделение уже стало разделяющим между конфликтующими сторонами. Ну, во-первых, до того, как операция началась, надо понимать, наверное, почему она началась и какие были тому предпосылки. Скажем так, в начале июля 92-го года, когда дух наступательной операции и наступление, и дух обороняющейся, в общем-то, стал ослабевать, стал, естественно, вопрос о появлении третьей силы, которая способна, по сути, была остановить стрельбу и стать неким щитом между двумя противоборствующими сторонами. Для того, чтобы понимать ситуацию этого времени, надо знать, что к началу июля основные части соединения 14-й армии, в то время общевойсковой гвардейской, были отмобилизованы до штата военного времени, прошли этапы боевого слаживания и, в принципе, на тот момент были готовы выполнять любую боевую задачу, стоящими перед боевыми подразделениями. Поэтому вопрос о разделении противоборствующих сторон был подкреплен еще отличной боевой готовностью и оснащенностью армии. Так, для примера, мотострелковый батальон имел в своем строю развернуты более 800 человек. Это о чем-то говорит. В середине июля было получено распоряжение соответствующее, и первый батальон, которым я был начальником штаба, был выставлен на 28 постов, по сути, миротворческих уже в городе Бендеры. Находился между противоборствующими сторонами и выполнял задачи в то время специальные, но которые, по сути, являлись миротворцами. И мои военнослужащие были заменены на посту уже 29 июля с приходом десантников из России, то есть фактически передали посты уже штатным миротворцам Российской Федерации. Спасибо, Игорь Семенович. В начале передачи хотелось бы напомнить телезрителям о том, что руководит сейчас миротворческая операция Объединенная контрольная комиссия, в которую входят представители России, Молдовы и Приднестровья, а также наблюдатели Украины и ОБСЕ. Причем две последние стороны не лишены при этом слова. В каком формате вообще работает Объединенная контрольная комиссия, как принимаются решения, а также каков механизм реагирования миротворцев на осложнение ситуации, которая может возникнуть в зоне безопасности? Олег Леонидович Беляков, пожалуйста. Спасибо. Ну, хотел бы сказать в первую очередь, что Объединенная контрольная комиссия была создана в соответствии с соглашением от 21 июля 1992 года о принципах мирного регулирования и 27 июля приступила к выполнению своих непосредственных задач. Это было первое заседание Объединенной контрольной комиссии, которое как раз и принимало решения о самой зоне безопасности, ее координатах и, естественно, самой системе ввода миротворческих сил. В процессе ввода миротворческих сил во взаимодействии с подразделениями военными она уже практически осуществляла ввод миротворческих сил в зону безопасности. Да, сегодня мы говорим, что Объединенная контрольная комиссия – это такой, скажем, формат несколько политического характера, который, значит, воссоединяет в себе три страны. В первую очередь, страна-гарант Российская Федерация, Молдова и Приднестровье и представители Украины и миссии ОБСЕ. В рамках работы Объединенной контрольной комиссии любое решение принимается исключительно консенсусом. Если одна страна не согласна, решения не будет, как бы на том не наставили другие. Наверное, это все-таки легло в основу возможности принятия определенных решений. И вот на протяжении уже, скажем, 20 лет данная сфера и данная область принятия решений доказала свою высокую эффективность. В процессе работы Объединенной контрольной комиссии приняло очень много решений. Это и по дислокации подразделения, это по выставлению постов в зоне безопасности, это работа военных наблюдателей, это нормативно-правовая база всей миротворческой операции, что легло в основу последующего развития событий в рамках миротворческой деятельности. Спасибо, Олег Леонидович. Несомненно, все эти 20 лет важнейшее значение миротворческой операции оказывает на взаимоотношения сторон конфликта и их диалог. Все эти 20 лет западные страны нам говорят, что присутствие миротворцев, особенно российских, это плохо. Тем не менее, все это время регион, остающийся под контролем военных, живет мирно. Давайте попробуем разобраться, чем мотивируют они свои требования вывести российских солдат и переформатировать миротворческую операцию в миссию гражданских наблюдателей. Особенно, если учитывать примеры низкой эффективности таких миссий в бывшей Югославии, например, или в других странах. Сейчас я хотел бы передать слово заместителю министра иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Виталию Игнатьеву. Пожалуйста, Виталий Викторович. Спасибо. Да, действительно, есть очень много заявлений, звучат заявления из различных высоких трибун из европейских столиц относительно необходимости переформатирования, изменения миротворческой операции или вообще отсутствия данного миротворческого механизма на берегах Днестра. Нужно отметить, что с точки зрения мотивации аргументов приводится немного. По большому счету серьезных убедительных мотивов нет. Мы видим, что миротворческая операция эффективна по сравнению с любыми другими операциями, которые проводятся под эгидой и при мандате Организации Объединенных Наций в других регионах планеты. На самом деле, безусловно, наша операция гораздо более эффективна. Также необходимо отметить, что, к сожалению, в зоне безопасности обстановка также далека от спокойствия. Только за полгода мы зафиксировали порядка 40 инцидентов, это больше, чем в прошлом году, за весь 2011 год. Но я думаю, что самое главное, наши западные коллеги порой говорят о том, что прошло 20 лет и давайте что-то менять, давайте менять миротворческую операцию. Но мы видим, что прошло 20 лет и в политическом плане урегулирования. Наши позиции по-прежнему находятся в стартовом положении. Мы только сейчас перезапустили работу политического механизма, мы определили процедуры и принципы диалога в формате 5 плюс 2, мы перезапустили работу экспертных групп. И эта работа находится только в самом начале. У нас слишком мало конкретных социально-экономических вопросов решенных. То есть, по большому счету, мы в очередной раз приступаем к построению атмосферы диалога, к построению атмосферы взаимопонимания. И до выхода на решение политические вопросы, я думаю, пройдет еще очень много времени. Поэтому и в политическом плане у нас нет никаких предпосылок, нет никаких условий для того, чтобы обсуждать миротворческую операцию. В этом плане позиция Российской Федерации, а также позиция, которая была отражена в трехстороннем заявлении в 2009 году президентов России, Молдовы и Приднестровья о том, что переформатирование или изменение формата операции возможно только при достижении конкретных параметров окончательного политического урегулирования. Я думаю, что на самом деле сейчас далеко не время для того, чтобы даже дискутировать на эту тему. Но хотел бы отметить, что действительно за 20 лет изменилось многое, и главным, наверное, достижением является 20-летний мир на берегах Днестра, а также тот факт, что почти 22 года существует независимое Приднестровское государство. Я думаю, в этом плане данный факт необходимо учитывать, когда мы касаемся любой тематики, связанной с миротворческой операцией. Спасибо большое. Хотел бы обратиться сейчас к Игорю Сергеевичу с таким вопросом. Действительно ли России сейчас так важно и необходимо иметь своих миротворцев на этих берегах? Действительно, за 20 лет многое изменилось. Внешняя ситуация приобрела какие-то новые черты, появились новые предпосылки, которые, возможно, могут говорить о появлении и развитии новой ситуации. Как сейчас Россия воспринимает присутствие своих миротворцев здесь? И готова ли она и дальше поддерживать миротворческую операцию? Для России миротворческая операция на Днестре является важнейшим элементом ее политики. Операция началась в 1992 году. И давайте не забывать, что до 1991 года в течение 200 лет эта территория была российской землей. Законной российской землей, такой же, как Тамбовщина или Ярославщина. И поэтому российская армия, российское государство не могло не защищать эту землю. Да, обстоятельства изменились. Был кризис Советского Союза, был распад Советского Союза. Но не защищать свои интересы и своих сограждан, и своих соотечественников страна не может. Страна, которая этого не делает, нежизнеспособна. Поэтому отказаться от защиты своих соотечественников, это значит отказаться от себя. Я очень надеюсь, точнее я уверен, что Россия никогда от себя не откажется, если она даже этого не сделала в самые тяжелые 90-е годы. Игорь Сергеевич, я хотел бы обратиться к вам еще вот с таким вопросом. Все ругают Россию за то, что она не до конца исполнила свои обязательства по Астамбульским соглашениям 1997 года. На ваш взгляд, все-таки Россия исполнила эти обязательства или нет? Я полагаю, что Россию ругают не за то, что она не исполнила или недостаточно исполнила Стамбульские соглашения. Россию ругают за то, что она до сих пор не ушла с Днестра. Более 200 лет, я уже говорил, земля была российской, но точно так же, 200 с лишним лет, наши западные партнеры делают все возможное для того, чтобы России здесь не было. Поэтому удивляться этим обвинениям не стоит. Все государства руководствуются своими национальными интересами. Их национальные интересы, как они их понимают, предполагают уход России отсюда. Российские интересы предполагают не уход отсюда. Вот и все. А по поводу того, что не исполнила Стамбульские соглашения, их нельзя вырывать из контекста. Запад тоже брал на себя целый комплекс обязательств, связанных с этими соглашениями, да все и прочее, прочее, прочее. Поэтому наша дискуссия уйдет в сторону. Главное здесь интересы, а не Стамбульские соглашения и буква и запятая в этих соглашениях. Спасибо большое. Тут хотелось бы передать слово нашим социологам. Интересно узнать, что по прошествии 20 лет думают жители о миротворческой операции и о присутствии российских миротворцев на берегах Днестра. Менялись ли эти цифры на протяжении прошедших лет? Елена Бабкова, директор Центра социологических исследований «Новый век». Пожалуйста, Елена Михайловна. Нужно сказать, что такая важная тема, как безопасность на Днестре, как миротворческий формат, конечно, волнует социологов. И, безусловно, это важная тема для приднестровцев. Для того, чтобы проследить динамику отношения, понятно, что когда миротворцы пришли, то любой приднестровец на улице, какого вы не остановите, вам скажет, что их встречали с цветами, с хлебом, с солью, со слезами и радостью, потому что они принесли мир. И они зону военных действий превратили в зону безопасности. Я сама бендерчанка, и я помню эти события 20 лет назад. Приведу вам такой яркий пример социологического замера. Это инициативы Воронина. Инициативы, которые, в общем-то, затрагивали важные сферы, касающиеся образовательных каких-то шагов навстречу, признания документов и так далее. Мы все помним эти инициативы. Так вот, нужно сказать, что показали замеры. Что, в общем-то, все эти инициативы были восприняты достаточно положительно приднестровским обществом. То есть люди как-то так отреагировали, что, ну почему же, в общем-то, и нет. Они достаточно разумными были. Кроме одной инициативы, касающейся вывода миротворческих войск. То есть здесь было категорическое неприятие вот этих предложений Воронина. Что же касается современной ситуации, то нужно сказать, что это тот случай, когда действительно подавляющее большинство респондентов говорит о том, причем они все практически единодушны в этом мнении, что миротворческий формат здесь должен быть и он должен сохраняться. Могу привести данные опроса, которые мы провели в мае этого года. 80,2 опрошенных сказали, что твердо и уверенно формат миротворческий должен быть сохранен. Еще 12% склонны считать, что да, безусловно, он должен быть. То есть в общей сложности это более 90%. То есть здесь мы видим, что речь идет о том вопросе, который не вызывает разночтений у приднестровцев. И нужно действительно понять, что люди, пережившие военную агрессию, на данный момент всего лишь 57% говорят о том, что агрессия не повторится, что военных действий все-таки не будет. В то же время люди чувствуют себя в безопасности тогда, когда есть присутствие миротворческого контингента. И я думаю, что если я скажу, что приднестровцы благодарны миротворческим силам за их деятельность, за их работу кропотливую, каждодневную, то я думаю, что я не возьму на себя очень много. Они действительно относятся с благодарностью и поздравить нужно их с Днем Миротворца. Спасибо. Елена Михайловна, хотелось бы только уточнить, а есть ли такие данные по Республике Молдова? Как жители Молдова, граждане ее относятся к присутствию российских миротворцев? Дело в том, что мы, в общем-то, не проводили на территории Молдовы таких исследований, но нужно сказать, что там, конечно, ситуация обстоит немножко по-другому. Потому что есть силы, которые считают, что российского присутствия здесь быть не должно. Причем нужно сказать, что вот и только вчера была в Одессе на конференции, где официальная позиция была озвучена, жестко заявляется об изменении формата, о выводе войск. И причем считается, что миссия миротворческая себя исчерпала, что, в общем-то, нет каких-то объективных причин для нее. На самом деле, я как социолог могу сказать, что, мне кажется, основным индикатором успешности, эффективности и необходимости миротворческой миссии является общественное мнение. Приднестровцы считают, двумя руками голосуют за то, что формат должен быть. Это действительно реальный эффективный гарант мира и безопасности. Спасибо, Елена Михайловна. К нам буквально на несколько минут присоединилась заместитель директора Российского института стратегических исследований, руководитель Центра исследований проблем стран ближнего зарубежья, доктора исторических наук Тамара Гузенкова. Скажите, пожалуйста, насколько важно для самой России участие в миротворческой операции на Днестре? Ведь от этого, как мы видим, одна только критика со стороны западных стран и организаций. Тамара Семеновна. К этой критике нужно относиться со здоровым скептицизмом и не пугаться ее. Нужно совершенно отчетливо понимать, что критикуя Россию за ее политику в этом регионе, Запад отстаивает свои собственные интересы и в самую последнюю очередь учитывает, а может быть и совсем не учитывает, интересы самой России и Приднестровья. Вот я вам напомню, в свое время Россия критиковала силы НАТО за бомбежку Белграда. И что из этого Белграда... Силы НАТО на это совершенно не обратили никакого внимания, разбомбили Белград, и Югославия перестала существовать как самостоятельное государство. Россия была крайне недовольна планом Ахтесария, раздела и признания Косово. В результате Косово существует, а Ахтесария — это уважаемая личность, которая имеет сейчас свой фонд. И я напомню, то, что сейчас происходит в Сирии, Китай и Россия наложили вето на решение по вопросу Сирии, и тем не менее Соединенные Штаты грозятся, и другие европейские страны грозятся, что они тем не менее введут войска в Сирию и будут проводить там свою политику. Поэтому, реагируя так или иначе на любую критику, которая исходит или может исходить с любой стороны, мы должны помнить о своих собственных национальных интересах, о будущем своих детей, как бы мы его хотели видеть для своих людей, и не бояться этой критики. Спасибо большое, Тамара Семеновна. Мы продолжаем нашу передачу. Сейчас хотелось бы обратиться к Сергею Юрьевичу. Ваше мнение. Вы как общественный деятель, как журналист, как полагаете, насколько важно и весомо присутствие российских миротворцев, военных в Приднестровье? Вообще это интересует российскую общественность? Или, может быть, скажу достаточно жестко, интересует ее, может быть, лишь только тогда, когда складываются удобные политические или конъюнктурные условия? Я бы прежде всего хотел сказать о том, что Россия воспринимает Приднестровье и приднестровцев как своих соотечественников. Это самое главное, и российская миротворческая миссия, помимо того, что, конечно, выполняет большую геополитическую функцию, выполняет функцию обеспечения мира, безопасности на этой земле, еще Россия защищает своих соотечественников, которые прошли через череду очень серьезных испытаний. И более того, в России очень хорошо понимают, что здесь, в Приднестровье, в начале 90-х годов были защищены те ценности, которые, может быть, даже в самой России в это время, скажем так, может быть, прошли через такой этап некой обесценности. Потому что мы помним всю ту такую вакханалию, которая творилась с русской историей, с русской верой, с русскими принципами, историческими ценностями, через которые прошло российское общество 90-е годы. Здесь, на Приднестровской земле, люди отстояли те ценности, которые, казалось бы, стали попирать везде. Потому что везде на постсоветском пространстве стал набирать силу такой агрессивный этнический национализм. И, собственно говоря, здесь люди столкнулись именно с этим вызовом, с этой угрозой. И, отдавая свою жизнь, они защищали те ценности, которые сегодня Россия, наконец-то, постепенно укрепляясь, начинает осознавать ее значимость и начинает поддерживать. Именно поэтому Россия, конечно, делает все возможное, чтобы поддержать Приднестровье. И российское общество очень ценит тот огромный выбор, который сделали приднестровцы. В этом плане, когда мы говорим о том, что Приднестровье – это маленькая Россия, в этих словах есть большой смысл, который очень хорошо понимают, и, я уверен, большая часть современного российского общества. Спасибо, Сергей Юрьевич. Рядом с вами сидит Иван Георгиевич Бургуджи. Хотел бы обратиться сейчас к нему. В Гагаузии в начале 90-х тоже проходили достаточно сложные, серьезные события. Как в Гагаузии относятся к присутствию российских миротворцев, вообще миротворческой операции? Ведь у вас их нет, тем не менее возникающие разногласия с Кишиневым не перестают в какое-то открытое противостояние, тем более вооруженное. Спасибо. Да, в Гагаузии, в принципе, шли такие же процессы, как и здесь, в Приднестровье. В начале 90-х годов была независимая республика, которая, в принципе, 5 лет просуществовала. Но потом в силу различных субъективных, объективных причин, в принципе, мы согласились стать автономией в составе республики Молдова. Молдова фактически не выполняет взятые на себя обязанности по соблюдению закона, принятого парламентом. Международные организации пожимают плечами, улыбаются, но так и остается все на одном месте. Если говорить о миротворческой операции, которая здесь, на Днестре, в Гагаузии, в принципе, есть четкая позиция, Я думаю, что здесь российский солдат, российский дух всегда был, есть и должен быть, Потому что без российского миротворческого контингента, который здесь находится, в принципе, Которая является как бы подушкой безопасности, чтобы не было каких-нибудь эксцессов, На самом деле может возникнуть, даже третья сила или четвертая сила может спровоцировать конфликты, Она может идти, учитывая, что геополитические интересы крупных политических, скажем так, игроков западных, Российской Федерации здесь имеют место присутствовать, А Россию пытаются выдавливать отсюда, естественно, может всякое быть, И спровоцировать любой конфликт можно будет, чтобы она приросла в вооруженный конфликт. Миротворческая операция должна быть и продолжаться, И если вопрос стоит о том, чтобы его изменить под другой формат, То он стоит только из-за того, чтобы легче было, в принципе, как в Косово, как в других местах, Ну, ликвидировать Приднестровскую государственность и выдавить отсюда Россию. Только из-за этого стоит вопрос о изменении формата. Другого не даем, но нет другого. Спасибо, Иван Георгиевич. Этот же вопрос хотел бы адресовать главному редактору газеты «Коммерсант» Роберту Западинскому. Роберт Львович, на Ваш взгляд, почему отношение Кишинева складывается именно таким образом, Что миротворческая операция воспринимается как негативный фактор, Ухудшающий положение дел в Республике Молдова? Понимаете, когда Вы говорите «Кишинев», то подразумеваете, наверное, все-таки радикальную позицию некоторых официальных лиц Кишинева. В целом же, я думаю, что граждане Республики Молдова достаточно уважительно относятся к миротворческой операции России на Днестре. Потому что, если говорить откровенно, именно миротворческие силы России остановили брата убийственную войну. Поэтому говорить о том, что Кишинев, то в данном случае, еще раз подчеркиваю, это определенные силы в Кишиневе. Да, они есть. И могут быть по одной простой причине, что, как у нас любят говорить, мы живем в демократическом обществе, и каждый имеет право на свое мнение. Но чаще всего, когда это мнение звучит из уст официальных политиков, то это наносит огромный вред, это раскалывает общество на разные части. И нет того единства, которое необходимо нам для решения наших насущных проблем. В первую очередь, экономических. Поэтому считаю, что разговор о том, что в Кишиневе кто-то против миротворцев, считаю это неэтично. По одной простой причине. Мы должны помнить, что российские войска находятся на территории Молдавии не случайно. Если мы будем рассуждать трезво, сегодня на территории Приднестровья, так сложилось, а не потому, что Приднестровье этого хотело, находятся огромные склады вооружений. Многие вооружения и боеприпасы находятся давно с просроченными сроками. Кто-то же должен взять на себя возможность обеспечить безопасность. Вы согласны с тезисом о том, что необходимость смены формата миротворческой операции, которая декларируется в Кишиневе некоторыми официальными лицами, как Вы говорите, действительно необходима сейчас им для того, чтобы продвигать свои интересы? Значит, вот по этому поводу могу сказать следующее. Я считаю, что смена формата миротворческой операции ни в коем случае не должна произойти в ближайшее время. По одной простой причине. Потому что есть такая, как ибо, хорошая поговорка, что каждая следующая жена хуже предыдущей. Мы не знаем, как ибо, кто придет на смену миротворцам России. Сегодня во время круглого стола были озвучены такие факты, что в конечном итоге в свое время Украине предлагали участвовать в миротворческой операции. На сегодняшний день в этой миротворческой операции, несмотря на открытость, участвуют 10 представителей Украины. Более того, я считаю, что это очень дорогостоящая операция. И, наверное, в Украине стоило бы подумать, потому что там тоже раздаются голоса о смене миротворческого состава, а стоит ли сегодня, когда Украина переживает не очень временно, взять на себя вот такую вот ответственность в зоне безопасности. И считаю еще и по другой причине, что смена миротворческого состава не должна произойти. Сегодня неспокойная обстановка в Румынии, сегодня тревожная обстановка в самой Республике Молдова, сегодня мы не знаем, во что могут вылиться предстоящие выборы в Раду на Украине. Мы видим, что в конечном итоге происходит, как его весь регион находится, будем говорить, в хорошем возбуждении. И это в конечном итоге говорит о том, что в ближайшее время именно здесь, в этой части Европы, могут произойти те события, которые мы сегодня наблюдаем в Сирии и на Ближнем Востоке, и в Северной Африке. Потому что только закончится установка нового порядка в тех регионах, кое-кто захочет установить новые порядки и в Европе. Спасибо большое, Роберт Львович. Вот мы сейчас подошли к тому моменту, когда, в общем-то, это было известно и раньше, но сейчас это очень хорошо видно, что определенные разногласия и взаимные обвинения сторон, естественно, стыкуются в работе Объединенной контрольной комиссии. Именно там, Олег Леонидович подтвердит, возникают именно те проблемы, которые за теми сторонами разбираются, ситуации, происходящие в зоне безопасности. Иногда это выливается в протесты, даже бойкоты, иногда просто, прямо скажем, взаимные оскорбления. Иногда работа вообще заходит в тупик, так как превращается, наверное, Олег Леонидович подтвердит, также в инструмент политических манипуляций. Почему это происходит на самом деле? Может, это было связано с отсутствием политического диалога на высшем уровне, так как ОКК, получается, оставалось единственной площадкой, где стороны дискутировали между собой. Какова ситуация сейчас, и будет ли она, на ваш взгляд, налаживаться? Спасибо. Я хочу сказать, что Объединенной контрольной комиссии не может функционировать в отрыве от общеполитической ситуации как в Молдове, так и в Приднестрове. Это очень понятно, что если сегодня официальные лица Молдовы заявляют о смене формата миротворческой операции, это, в свою очередь, накладывает определенный отпечаток на деятельность делегации Объединенной контрольной комиссии от Республики Молдова. То есть, мы реально видим, что предпринимаются определенные меры в рамках самой миротворческой операции на слом механизмов миротворческой операции. Это очень опасные тенденции, которые действительно могут привести к каким-то определенным моментам. Ну, приведу такой пример. После известных событий 1 января этого года, значит, молдавская страна в одностороннем порядке приняла решение о том, что ее военнослужащие на пост выходят без оружия. То есть, если мы говорим о том, что старшим на посту являются военнослужащие Российской Федерации, и приказы командира выполняются беспрекословно, то мы видим явный бойкот. Мы имеем и другую тенденцию, когда, значит, есть митинговые страсти, привезенных с Кишинева, скажем, волонтеров в количестве 250-300 человек. Они идут на пост, разрушают инфраструктуру поста, уничтожают шлагбаумы, срывают знаки, угрожают миротворцам, специально провоцировать их на какие-то противоправные действия. То есть, не это ли элементы, которые направлены на развал механизмов миротворческой операции? Наверное, все-таки да. Есть и другие элементы, когда, значит, попытки восстановить инфраструктуру на том или ином, как говорится, встречают какое-то сопротивление, в том числе и от миротворцев Молдовы. Это уже напоминает несколько такой грузинский вариант, когда миротворцы Молдовы начинают, значит, оказывать противодействие миротворцам России и Приднестрое в рамках выполнения функций, их функций. Это был буквально пример попытки восстановить стойки ошлагбаумов, превратилась вообще чуть ли не в противостояние между миротворческими силами, когда сотрудники полиции Молдовы, которые были обязаны охранять общественный порядок вокруг поста, целенаправленно останавливают автомобиль КАМАЗ, цепляют тросом эти стойки, вырывают их из земли, а, значит, военнослужащие Молдовы оказывают в этом части им помощь. То есть, вот это все становится предметом каких-то определенных, скажете, очень тяжелых дискуссий в рамках Объединенной контрольной комиссии. Но вот я приведу такой пример, что у нас с января этого года не подписан один доклад Объединенного военного командования. Что такое доклад Объединенного военного командования? Как мы с вами знаем, каждый день в зону безопасности выезжают группы военных наблюдателей по всей зоне безопасности, начиная от Рыбницы, Вадулы-Воды, различные населенные пункты, как на правом, так и на левом берегу. Они собирают информацию о том, есть ли какая-то опасность возникновения боевых действий, нет этой опасности возникновения боевых действий. И вот этот доклад за начало этого года, значит, не подписан только одной, болдавской стороной по совершенно надуманным основаниям. И явилась причиной того, что оценка ситуации за текущий период того периода времени Объединенной контрольной комиссии так и до сих пор не дана. Хотя есть очень четкие рекламентирующие документы в рамках работы Объединенной контрольной комиссии, которые говорят, что военным наблюдателям запрещено не подписывать, значит, акты военных наблюдателей. Объединенному военному командованию запрещено не подписывать доклад Объединенного военного командования. Почему? Это должно стать обязательно предметом обсуждения на Объединенной контрольной комиссии. Объединенная контрольная комиссия – это политический орган, она должна в этой части принять решение, которое должно стабилизировать ситуацию в том или ином выражении. Я приводил уже сегодня примеры на нашем высоком, таком, говорится, уровне конференции, и говорил, что одно из заседаний Объединенной контрольной комиссии, которое было начато 25 октября прошлого года, закончилось 16 февраля 2012 года. То есть 4 месяца Объединенная контрольная комиссия решала сложные вопросы в зоне безопасности. Но она их решила. Все-таки мудрость и ответственность тех лиц, которые заседают сегодня в ОКК, со всех сторон, при содействии страны Гранд Российской Федерации, при содействии, значит, Украины, представителя Миссии ОБСЕ, удалось решить те сложные вопросы. Впоследствии было еще два экстренных заседания. Что такое экстренные заседания? Экстренные заседания собираются только в том случае, когда есть реальные признаки возникновения, значит, вооруженного противостояния. В этих случаях Объединенная контрольная комиссия также смогла найти очень тяжелые решения. Но они сегодня устроили все стороны эти решения. Сегодня стороны вернулись в исходное состояние, и практически мир восстановлен. Давайте себе представим, значит, буквально, значит, на какой-то период времени о том, что данный механизм все-таки кому-то удалось, значит, свернуть, реформировать. И в зоне безопасности нет этой вооруженной составляющей, которую мы называем сегодня совместные миротворческие силы. Что случится, когда будут курировать или курсировать в зоне безопасности не военные люди, которые отвечают за все и готовы взять на себя груз ответственности, а гражданские военные наблюдатели? Я думаю, что на них не будет никто обращать внимания. И в зону безопасности в той или иной степени будут втягиваться воинские подразделения. Что к чему это приведет? Ну, наверное, приведет к какому-то определенному очередному противостоянию в рамках, когда с одного берега на другой берег уже будут смотреть не, скажем так, просто визуально, а уже через прицелы соответствующих орудий, значит, автоматов и других систем. То есть зона безопасности как таковая ликвидируется, и стороны, получается, в прямом соприкосновении друг к другу? Сегодня именно так, как вы в этой части определили, я говорю, что вот этот элемент буферной зоны, он очень важен. Он позволяет нам сегодня все-таки давать возможность, значит, сторонам и вести политический диалог, и возможность решать какие-то вопросы в рамках социальных, экономических и других проектов. И в то же время позволяет все-таки гарантировать тем людям, живущим в этой зоне безопасности, в том числе и в целом в Приднестровье и Молдове, общую безопасность, которую мы называем сегодня просто миром. Олег Леонидович, ну вот по работе ОКК, Вы ощущаете, что механизм управления миротворческой операцией все-таки нуждается в какой-то модернизации? Иногда ведь ситуация все-таки заходит в тупик? Любая тупиковая ситуация, в первую очередь, решается людьми. И дело в том, что сам механизм миротворческой операции, он отлажен настолько, начиная с 1992 года, каждый документ, каждая, скажем, запись, каждый протокол, он выверен, скажем, до миллиметра. Ни одно решение, как я сказал, не принимается до тех пор, пока не согласны с этим решением все стороны. Поэтому мне кажется, вот этот механизм настолько совершенный, что сегодня действительно из-за этого можно делать какой-то определенный опыт, что именно таким образом надо решать вопросы в любых форматах, в любых системах, когда действительно изо дня в день. Я же говорю, что в рамках экстренного заседания мы выезжали на одно и то же место 28 раз, для того, чтобы все-таки вот этот миллиметр пришел. И он пришел, этот миллиметр. Он пришел, мы приняли в этой части решение. Поэтому отсутствие диалога, оно приведет к катастрофе. Когда диалог есть, всегда можно любую сложную ситуацию предупредить или хотя бы заявить о том, что любое изменение ситуации приведет к каким-то очень серьезным последствиям. Спасибо, Олег Леонидович. Я хотел бы сейчас обратиться к аудитории, которая присутствует в нашей студии, в частности, к представителям российских миротворцев. Вот вы на себе как-то ощущаете вот те проблемы, о которых сейчас рассказал Олег Леонидович? Как вообще складывается служба на постах непосредственно? Кто из вас готов сказать несколько слов? Хотел бы представиться, начальник штаба батальона, который непосредственно сейчас находится в зоне безопасности, выполняет боевую задачу на постах, Чуп Илья Евгеньевич. Значит, я внимательно наблюдал за выступающими, слушал, о чем они говорят, какие вопросы создаются. Со своей точки зрения я хочу сказать следующее, что в данный момент, неся службу на постах, в однослужащие ни в какой мере не чувствуют никакого давления какого-то определенного извне, из других каких-то, может быть, политических конфессий. Но они выполняют свою боевую задачу так, как гласит инструкция, разработанная протоколами объединенной контрольной комиссии, объединенным военным командованием. Выполняют свою задачу от А до Я и никаких поступлений влево-вправо у них просто нет на это права сделать. Какой диалог у вас с местным населением? Как вы контактируете? Как с правого берега, так и с левого? Заметил на себе, когда передвигаюсь, допустим, в городе Бендеры, до недавнего времени в городе Бендеры был комендантский час. Люди к этому довольно-таки привыкли уже. Они, видя офицера российской армии с нашивками МС, с российским флагом, они чувствуют в себе какую-то уверенность, чувствуют спокойствие. То есть присутствие российских миротворцев в зоне безопасности, вот в буферной зоне, она дает жителям уверенность, спокойствие и какие-то уже взгляды иметь на будущее. Еще хотелось бы задать еще один вопрос. Все-таки события, которые происходили в январе этого года, как-то заставили все-таки переосмыслить происходящее, поставить себя на место, может быть, людей, которые оказались в той ситуации, как-то подумать о том, как складывается ситуация в зоне безопасности. Я не скрою, вот произошедшее событие 1 января, оно наложило большой отпечаток на наших военнослужащих, которые выполняют задачу. Не скрою, много военнослужащих, много мнений, каждое свое мнение, как бы, ну, не в прямую, допустим, говорит где-то там, может быть, в курилке, где-то между собой, там, краем уха услышишь. Конечно же, люди, грубо говоря, напугались и были в готовности ко всему, то есть к любому развитию ситуации. Ну и я, как командир их, я просто не давал повода сделать так, чтобы это все выходило за пределы военного городка, все оставалось у нас, варилось только внутри, и я так думаю, все-таки хорошо, что получилось именно так, как оно сейчас есть. Спасибо Объединенной Контрольной Комиссии. Спасибо. Еще один вопрос. Вот все-таки, когда вы едете служить в Приднестровье, какое отношение к вам и к вашему выбору, например, в России? Вообще, как в России относятся, если узнают, например, что кто-то из вас, сослуживцев, коллег, там, едет служить в Приднестровье? Я в Приднестровье попал, проходил службу в частях Западного военного округа, в должности командира роты, и попал сюда на высшестоящую должность, начальником штаба батальона стал. Значит, попал я по плановой замене, то есть получилось так, что здесь освободилась должность, я сюда приехал, и как бы никакого там направления у меня там не было, такого не было, просто освободилась должность, я сюда приехал, очень было приятно здесь проходить службу, и в данный момент, потому что служба маленько специфическая, задачи, выполняемые нашим батальоном, они маленько отличаются от тех задач, которыми я занимался в России, и поэтому мне просто с каждым днем все интереснее и интереснее, я очень многого узнаю, знакомлюсь с очень многими людьми, сам как-то воспитываю себя в культурном плане, в плане общения, очень хорошо и приятно поэтому здесь находиться. Хоть я здесь немалый срок, уже, ну как, 8 месяцев всего лишь нахожусь, но уже очень много нахватался, грубо там научился, познакомился со многими людьми. Спасибо. А вот коллеги, которые рядом сидят, может что-то хотят добавить тоже? Старшина Чумаков, 1-м мотострелковым батальоном. Ну я думаю, что политики пускай делают политику, а мы как армия будем, но мы как армия будем стоять как гарант, защищать, давать уверенно завтрашним днем. Спасибо. В настоящее время известно, что оснащение миротворческих контингентов оставляет, в общем-то, желать лучшего. Молдавские подразделения используют, как известно, бывшую в употреблении технику и амуницию, поступающую к ним из западных стран. Приднестровье растягивает срок службы того военно-имущества, которое осталось еще со времен Советского Союза. Российские представители, в общем-то, хотя и находятся на порядок выше по сравнению со своими молдавскими и приднестровскими коллегами, но, в общем-то, тоже не особо блещут новым оснащением. То же касается и бытовых условий несения службы. Владимир Александрович, в чем наиболее остро сейчас нуждаются миротворцы? Что нам недостает, я хочу отметить, что это, наверное, скорее всего, мы решали вопрос, и вопрос пока это не решается. Это что, отсутствие бронежилетов у военнослужащих, несущих службу на миротворческих постах. Вот, наверное, это самая центральная проблема, которая пока не разрешается. Конечно, остро сейчас состоит вопрос, это казарменный фонд, то есть ремонт казарменного фонда. Почему? Потому что все военные городки, а это ранее были не военные городки, а в основном это студенческие лагеря для уборки урожая, которые были нам потом переданы, требуют капитального ремонта. Значит, вопрос этот рассматривался. Определенные решения уже есть, подвижки есть. По снабжению, которое вы сказали, что нам осталось наследие, это, конечно, связано с техникой. Почему? Потому что вся, в основном, автомобильная техника, это переданная с предприятий и требует или капитального ремонта, с большим расходом моторесурсов. Поэтому здесь у нас тоже есть какие-то определенные подвижки. В этом году было выделено два микроавтобуса для перевозки личного состава, который несет службу на боевом дежурстве на миротворческих постах, а так и для проведения определенных мероприятий. В дальнейшем планируется еще выделение двух микроавтобусов. По вещевому имуществу здесь тоже наметились определенные тенденции к улучшению. То, что в настоящее время личный состав, который несет службу на постах, обеспечен и теплым обмундированием в зимнее время. То есть пошли обмундирование на каждого, на случай, персональное. В последнее время прозвучало очень много заявлений, связанных с миротворческой операцией в Приднестровье, в зоне безопасности, в зоне конфликта Республики Молдова и Приднестровья. На этот счет высказывались и российские политики, и европейские политики. Хотелось бы все-таки каким-то образом подытожить эту ситуацию. Представители нашего МИДа что думают? Все-таки каковы возможные перспективы развития ситуации, связанные с миротворческой операцией, продолжением ее действия на территории Приднестровья? Учитывая высказывания и господина Карасина, и господина Ламберта Заньера, пожалуйста. Я думаю, что из официальных заявлений российской стороны, из официальных заявлений Министерства иностранных дел Приднестровья вытекает ясный, однозначный вывод. Миротворческая операция в существующем формате, при ведущей роли Российской Федерации будет продолжена. И я думаю, 20-летие мира на берегах Днестра может превратиться, и дай Бог, превратиться в последующие десятилетия мира, стабильности и безопасности. И здесь, наверное, вывод однозначен, и других серьезных оснований сомневаться в этом у нас не существует. Ни политико-дипломатических, ни геополитических, ни любых других. Для этого мы приложим все усилия, для того, чтобы миротворческая операция была функциональна, для того, чтобы она сохраняла свой формат, который был заложен 20 лет назад и был настолько прозорливым, был настолько функциональным, что и сегодня он является очень эффективным. Я думаю, что в этом плане наши европейские коллеги, безусловно, могут высказывать свое мнение. Но для нас, прежде всего, определяющими являются факты, является реальность и мнение народа Приднестровья. В завершении передачи, как бы ни складывались обстоятельства, нельзя не высказать слова благодарности миротворцам, в особенности российским военным, участвующим в важнейшей и благороднейшей миссии – сохранении мира. Ведь именно они единственными откликнулись на призыв остановить кровопролитие в 1992 году. Никто из представителей мирового сообщества и общественных организаций тогда не отреагировал на трагедию, которая разворачивалась на берегах Днестра. И вот уже 20 лет здесь мир, и именно эти условия нужны политикам, чтобы вести спокойный диалог о решении политических проблем. Это была публичная дипломатия. Спасибо нашим участникам в студии и спасибо зрителям за внимание. До новых встреч! Одно дело читать аналитические документы, читать статьи журналистов, слушать передачи журналистов. И совсем другое дело – живое общение. Причем живое общение не на улице, на улице это тоже очень ценно. А вот в режиме передачи, когда люди напряжены и пытаются в короткие фразы вложить свое видение ситуации, это крайне важно для тех, кто занимается этой проблематикой. Процессы, которые происходят в Приднестровье, за его пределами, откладывают свой отпечаток на миротворческие силы. И очень бы хотелось, чтобы миротворческая миссия штала, говорится, именно в том русле, в котором мы видим ее с точки зрения безопасности и мира на этой земле. Продолжение следует...